Хендмейд – популярное сейчас направление прикладного творчества, близко многим из нас. Сделано своими руками – так звучит перевод этого слова. А чтобы не мастерил человек своими руками, оно всегда бесценно, ведь каждая вещь неповторима и уникальна. Удивительный мир – так называется временная экспозиция, развернутая в клубе «Золотая осень» поселка Совхоз имени Ленина. Свои работы представили на ней люди старшего поколения. На выставке в клубе «Золотая осень» есть поистине удивительные вещи. Вот такие вот игрушки, замечательные сумки и даже одежда. Вот эта кофта, что сейчас на тенте на мне, сделана руками Ирины Анатольевны. Кофта связана крючком из самых простых нитей, но с любовью. Как оказалось, это даже заменяет некоторое количество опыта, ведь рукодельницей Ирина стала не так давно, после выхода на пенсию. Понимаете, пожилому человеку, наверное, очень важно найти себе занятие. И когда человек находит это занятие, у него приходит второе дыхание. Это очень важно. Второе дыхание помогает обрести в клубе «Золотая осень». Здесь для представителей старшего поколения открыты два кружка – рисование и лоскутное шитьё. Работы участниц последнего занимали большую часть экспозиции выставки. Кружок при клубе работает второй год, а руководит им Лариса Ларкина. У меня люди все умудрённые опытом, каждая со своим характером. И работы у них тоже такие же получаются, необыкновенные. Мы друг друга учим. Я с своей стороны рассказываю, что я умею. Они мне рассказывают свои истории. Не только рассказывают, но и показывают. В своих работах – ярких, жизнерадостных, иногда и шуточных. Лучшая ученица Ларисы – Нина Ивановна Боровикова. Не только покрывала, даже автопортрет шила из кусочков ткани. Из обрезков мастерит и Галина Васильевна Найдёнова. Но направление совсем другое – наряды для кукол. Вдохновение приходит само. Платье её красавиц, как называют модели рукодельницы, сделаны со вкусом. Каждая деталь продумана. Обычно как подбирается модель? Мало жёлтого, значит, ты должен добавить сюда жёлтого. Мало меха, значит, ты можешь добавить сюда. Поэтому это, конечно, моя работа. Третьяковская галерея – отдельная комната в клубе, где разместились вышитые картины старших жителей посёлка. Вышивка крестом, гладью, лентами, бисером. Сейчас большинству представителей молодого поколения до пенсионеров далеко. А всё потому, что раньше секреты мастерства передавались от матери к дочери, от отца к сыну. В настоящее время связь поколений нарушена. Нас раньше в школе учили. И дома мы с мамой. Если что-то не сделаешь, мама говорит, давай делайте. Что это такое? Почему вы не будете ходить? Кто вам будет вязать? Кто вам будет шить? Мне бы хотелось, чтобы люди, ну, по крайней мере, наши девчонки, которые должны, по идее, что-нибудь руками уметь делать, да, как обычно шутят, вышивать крестиком, чтобы они, ну, хоть что-нибудь переняли от нашего старшего поколения. Потому что оно уйдёт, и с ним может уйти вся наша культура. Ну, не вся, но какая-то её глобальная часть. Вот чтобы этого не произошло, найдите себе в жизни увлечение. Выкройте несколько минут в день, как это делают совхозные рукодельницы. Ведь, смотрите, они не осваивают компьютер, так как мы, да, и занимаются компьютерными играми, а делают красоту, создают красоту, которая может радовать не только их самих, но и их домашних. И тех, кто успеет побывать в удивительном мире, в котором каждая работа несёт любовь, добро и радость. Татьяна Акимова, Евгений Петров, Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...